Ну, была программа стратегического развития Алтайского края за 2035 год. Она такая сложно понимаемая, в общем, там заморочек столько много. А когда начнешь как бы смотреть в цифры, в общем-то, при сохранении нынешних темпов, ну, условно говоря, инфляции, то жизнь в 1935 году может оказаться хуже, чем жизнь в 1920 году. Просто-напросто. Она такая, ну, ее приняли, видимо, требования какие-то были там от федеральных органов власти, соответствующих министерствам. Приняли, забыли про нее, о реальных программах. А это вот, я вот внимательно слушаю нашего президента Владимира Владимировича, он же сколько раз сказал, что это сельское хозяйство, о таких территориях, как мы, развитие его, развитие отраслей перерабатывающих сырьево-сельского хозяйства, развитие отраслей, которые делают оборудование для переработки, развитие сельскохозяйственного машиностроения и так далее. Он же все сказал. И, наконец-то, вот, за долгое время президент сказал, вот в этом году совсем недавно, что Россия производит молока 64% от того, что потребляет. А потребляем мы 40 миллионов тонн в пересчете на молоко в Российской Федерации. А производим-то 64%, то есть 27 где-то миллионов тонн, то есть 13 у нас просто нет. Часть мы заполняем импортом из Белоруссии, порядка трех миллионов там, больше-меньше бывает. А остальное это все, это пальма и так далее, и так далее, продовольственные, растительные, масла. Понятная же задача. И это не хватает у нас, ну сколько там, примерно надо ставить в России, два с лишним миллиона голов дойного стада дополнительно, а три с лишним миллиона это в целом со шлейфом крупного рогатого скота, решая обе проблемы. Параллельно и молоко, и частично мясо говядины, которое тоже в дефиците. Такой программы нет. И мы уже как бы и разговаривали на эту тему. Правда, какое-то движение вроде как бы проявляется, но такое чисто интересы стали к этому проявляться. Смотрю, наши депутаты бы бывали вот у Атмашкина Владимира Николаевича, деревни Малахова-Косиниц. Скоро смотрит, как это строительная компания, там разворачивается сельско-хозяйственной битвы. На этой неделе, по-моему, губернатор там бы бывал, тоже посмотрел. То есть вроде интерес проявляется. Но это тоже неплохо, в принципе. Но надо же этот начинающийся интерес облечь программу. Программу просто-напросто. Это вот, если столько миллионов надо поставить в Россию, то край, наверное, мы приобретаем примерно 20-ую часть молока. Надо больше 100 тысяч коров добавить. Это тоже будет и мясо говядины, потому что там шлейф еще 50 тысяч, 150 тысяч добавить. Должна быть программа, как механизмы этого известны. Или белорусские, которые строил Александр Григорьевич, 1200 ферм. Или у нас там штук 300 ферм построить по 300 голов. Или через население это сделать, повышая там товарность. Механизмов хватает. И деньги есть на это. Но это бы дало бы как дополнительные рабочие места в деревне. Потому что параллельно с этим молоком можно было бы развивать переработку этого же молока. Это же дополнительные 1400 тонн молока. Его надо переработать. Это небольшие заводы там в деревнях по обработке молока. Небольшие производства переработки мяса вот этого дополнительного. Это же рост опять же вот того производства оборудования молочного в крае. Не страшно там оно жуткое технологически. И молочного, и мясного переработки. Там он рот делал где-то мясорубки там и так далее. Все же есть для трактора. Герман он завод прицензионных изделий. Единственный в России остался, который делает форсунку дизельную на дизель. И топливную аппаратуру. Единственный монополист теперь. Все же ушли. Есть ребята, которые уже занимаются трактором. Купили 10 гектаров. Ну и производят 150 штук алталия Сильхов-Маш. Купили площадку 10 гектаров моторного завода там рядом. И намерены еще добавить тракторов. Довести примерно там до 1000 тракторов. И в этом как бы вот завене не хватает как бы... Координации какой-то? Нет, моторного завода пока, который надо поставить на ноги. А этот дизель страшно нужен России. Это не только ростовский там этот комбайновый завод, это этот дизель. Это не только белорусский комбайновый завод в Гомеле и наш, в Брянске. Это все заводы по дорожно-строительной технике. Это дизель, алтайский. Но надо же более серьезно обратить внимание. Тогда замыкается цепь. Топильная аппаратура, дизель, трактор. И тогда технопарк, который планируется в Барнауле, вполне ложится в эту схему, как много мелких производств по комплектующим к этому трактору. То есть это развитие. И серьезное развитие. Ну, этой программы, связывающей все эти звенья цепи в одно целое, пока нет. Вот интерес появился, а программ пока нет. Ну, будем как-то пытаться еще натолкнуть на эту мысль не один раз. Но президент наталкивает. В этом же вопрос. Надо же слушаться. Может, все-таки оглушительный рейтинг в России нет. Владимир Владимирович, надо прислушиваться. И он же говорит цифры и действия, которые надо осуществлять. Не стесняться. Федеральные структуры готовы помочь любой территории, в том числе Алтайскому краю, в финансовом плане, сколько угодно. Даже кредиты сейчас выдают под 1%. 80% от потребности на получи под 1%. Если достигнешь цели, то эти 80% списываются. Ну, как, прощается тебе. Это похоже на схему кредитования сельского хозяйства советского периода. Когда я достиг цели, брал у государства взаймы через госбанк, тебе потом прощают. Это, ну, просто прекрасный механизм. Ну, так давайте. Давайте не будет длину тренировки. Вот какой-то вот провис, понимаете? Рассуждает все о чем угодно. О рынках там, вот это у нас там. Хотя, должно быть четкое понимание. Если ты нарастишь поголовину, условно, на 400 тысяч коров ушли, ну, и на 100 тысяч коров ушли, это и зерна чаще уйдет у тебя на внутренний рынок. Меньше напряжения будет с экспортом движения. И продукции на внутреннем рынке будет больше. Поэтому я, как бы, несколько огорчен вот этими делами. Понимаю, что действия должны, конечно, быть выверенными, программы более-менее точными, которые реализуются нормально. Но в то же время, вот, как бы, поспеша, не торопясь, никто не отменял. Никто не отменял. Тем более, что мы, я имею в виду Россия, в этом кровно заинтересованы сейчас. Ну, кровно просто. Находясь под этим, как иглом колоссального давления, санкционного на Россию, никогда не было такого в мире. Ни на одну страну. Ни на Советский Союз даже не было. А ни на кого не было. Просто под колоссальным это самое. Противоречия вступили политически очень серьезные. Мы в этом крайне заинтересованы. Но так надо эту заинтересованность воплощать в жизнь. Вот такая ситуация. Субтитры создавал DimaTorzok